Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любшие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Галатам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. О несмысленные Галаты. Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? Ой, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона, Сие производит Ири через наставление к вере. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраам. Видим, что апостол Павел снова и снова затрагивает эту тему, как он делал и в послании к римлянам, как об этом говорит и в других посланиях, оправдание по вере, оправдание по делам, оправдание по закону или же оправдание по благодати. Везде утверждает одну и ту же истину и одну и ту же мысль для тех людей, которые, придя в Церковь Божию и воссоединившись с ней через Святое Крещение, стали отпадать в различные заблуждения, уже будучи крещенными, в различные заблуждения, как старых прежних своих обычаев, то, что касается язычников и суеверий и прочих языческих поклонений, так и иудеев, которые, придя и став православными, можно так сказать, то есть став христианами, они, в общем-то, возвращались снова к своим обычаям Ветхого Завета и даже тех людей, которые из язычества приходили, они заставляли их и утверждали то, что и действительно как бы заставляли и говорили, что без закона, то есть без соблюдения Ветхозаветных правил невозможно спастись. Этот вопрос везде остро стоял, как мы видим в Церкви Апостольской, нельзя сказать о том, что сегодня он не имеет для нас никакого значения. Еще какое. Сегодня множество людей также приходит в Церковь Божию, но не для того, чтобы учиться у Духа Святаго, который есть и ведет Церковь свою, и в день Пятидесятницы, который есть Бог, Дух Животворящий, как мы молимся Царю Небесной, утешкой души истинной, и живет с Ией вся, исполняя сокровища, плавившейся неподателю, приди и вселенной, очистя на всякий скверны, и спаси благо души наши. Не руководствуется Духом Божиим, а приходит для того, чтобы не учиться, снова повторю, а учить. И вот эта проблема, она была не только тогда, в апостольские времена, не только во времена начала христианства, и не только в Средневековье, но на протяжении всей истории христианской Церкви. Всегда люди, приходящие, хотели внести, недавно приходящие в Церковь, хотели внести какой-то свой Дух и свою премудрость земную, подменив ее премудростью Божией. Поэтому апостол здесь снова возвращается к этой теме, которую, как я еще раз повторю, говорит во всех практически своих посланиях. Слобина, если мы с вами видели в послании к евреям, в Коринфской Церкви, он говорит, что если вы приняли другого Духа, которого или другого Христа, которому вам не проповедовали, или даже ангелу пришел с неба, и вы бы ему поверили, то, что ему не проповедовали, да будет анафемия. В послании к римлянам есть это рассуждение особенно остро, оно есть и в послании к евреям, и в других. И мы здесь видим, что апостол начинает с такого резкого даже обличения галатам, говорит, о несмысленые, то есть глупые. Он говорит, о глупые галаты, как, говорит, кто прелестил вас, то есть кто прелестил не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос. Вот это вот выражение предначертан, то есть явно явлен, он говорит, как бы через меня, который видел самого Христа и по благодати обратился ко Христу, и эту благодать как носитель благодати, как апостол, остановленный самим Христом, как мы помним апостолу Павла, спаситель остановил по дороге в Дамаск и принес эту благодать им. И все вроде бы там было хорошо у галат, иначе они жить по Христу, иначе они подражать апостолу Павлу, как он призывает, подражайте мне, как я Христу. Ну вот, соблазны снова вошли в галатскую, в галатской церкви. И мы видим, что соблазн в большей мере даже и простекал, с чего начинает апостол Павел, от иудеев, которые призывали язычников соблюдать обряды Ветхого Завета. Почему, откуда это видно? Из 6 стиха, потому что апостол Павел здесь говорит так, приводит в пример Авраам. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он здесь как бы обращается и к язычникам, которых иудеи, скажем, склоняли в сторону снова соблюдения обрядового Ветхозаветного закона, и к самим иудеям также, потому как в пример ставится им муж веры Авраам. И далее этими словами, которые он приводит, цитату фактически из книги Бытия, где сказано о том, что Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. То есть далее будет рассуждение, когда поверил, тогда, когда еще не было и закона. Мы помним эту историю с Авраамом, и к ним апостол Павел будет еще неоднократно обращаться в этом послании к Галатам, что Авраам вышел из Ура Халдейского. К нему был голос Божий. Авраам, Авраам, было сказано, что выйди из Ура Халдейского и иди туда, в страну, которую я укажу тебе. И, как сказано, Авраам вышел из дома своего, как было призвано, как Господь его призывал, от родства своего, и пошел в землю обетованную, прообраз Царствия Божия. Единственное, что ему обещало, что у него будут наследники. И вот эта тема, она достаточно, как я сказал, была всегда острой, вера и закон. И святитель Кирилл Иерусалимский пишет по этому поводу, цитата. Слово «вера» одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. Что такое вера? К первому роду принадлежит вера, научающая, когда душа соглашается на что-либо, и она полезна для души. Как говорит Господь, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Другой род веры есть тот, который даруется Христом по благодати. Одному сказано в 1 Коринфянам 12, 8, 9, мы с вами рассматривали этот текст. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дар исцелений». Итак, это даруемая вера духом святым по благодати. Вера есть не только научающая, но и действующая, выше сил человеческих. Ибо кто имеет эту веру, скажет, горе, перейди отсюда туда, и она перейдет. «Вера двояка», также пишет, конец цитации, Кирилл Иерусалимского, преподобный Эан Дамаскин. Есть вера отслышания, слушания Божественного Писания, мы верим учению Святого Духа. Эта вера приходит в совершенство через исполнение всего узаконенного Христом. То есть, когда мы истинно веруем, живем благочестиво и соблюдаем заповеди обновившего нас. «Ибо кто не верует, согласно с преданием кафолической церкви, или через дурные дела сообщается с дьяволом, тот неверный. Есть еще вера осуществления ожидаемого и уверенности в невиднем, то есть твердая, несомненная надежда на данные нам от Бога обетования и на получение просимого нами». То есть, мы видим, что и святители, и преподобный Кирилл, и преподобный Эан Дамаскин рассуждают об одном и том же предмете с разных сторон, но примерно одинаково. Они говорят одно. Они говорят о том, что есть вера, которая дана человеку как дар, а есть вера, которая может быть воспринута человеком по послушанию Богу. То есть, есть вера, которая приобретается, а есть вера, которая данность. Но ни та, ни другая вера, ни первая, ни вторая не терпит никакой ущербности. Дар тоже дается по особому признаку. Господь смотрит на сердце человека, это тайна Божия, кому Бог какие дает дары. Но ни та, ни другая вера, она не ущербна. Будь она приобретенная от слышнее, слышнее от слова Божия, будь она дарована Богу. Итак, мы с вами видим, что далее апостол пишет, познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. То есть, он объясняет далее, что не от закона Авраам сказано вера, сделал он, и вера вменилась ему, поверил Авраам Богу, и вера вменилась ему в праведность. Не сказано, что он исполнил там 613 митцвот, тогда их еще и не было. Потому как, действительно, если это так, то здесь говорится не о, о чем апостол Павел сейчас будет говорить далее, сделан небольшое предварение, о том, что дети Авраама — это не дети, рожденные по плоти, а те, которые по духу. Это очевидно. И Писание, пишет апостол, дали 8 стих, приводя, что Бог, веруя, оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословляться все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются с верным Авраамом. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано «проклятся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Действительно, тогда человек попадает под проклятие. Можно сегодня спросить у любого человека, кто соблюдает все предписания закона, которые есть в Ветхом Завете. Да это просто невозможно было как в Ветхозаветные времена, так и в современном состоянии. Невозможно исполнить. Тогда мы себе зададимся вопросом. Если закон невозможно исполнить, если говорить, скажем, о заповеди, если невозможно, а возможно ли исполнить новозаветную заповедь во всей чистоте и полноте? Нет, конечно. Ни как ту, ни как другую, ни как и новозаветную. Тогда у нас вопрос, зачем мы их тогда исполняем? Ответ очевиден. И о нем мы говорили, и апостол Павел об этом и здесь скажет, и говорил в послании к римлянам, что законом познается грех. То есть, что это означает? Когда мы, исполняя то ли, вот мы думаем, обмануть, не обмануть, а закон нам говорит, не обманывай. Мы думаем, почитать или не почитать своих родителей. Закон говорит, почитай отца и мать. Мы думаем, сказать нам клевету на ближнему своего, или воздержаться. Закон нам говорит, не лжесвидетельствуй. И так далее. То есть, мы понимаем, что, ага, законом познается грех. Если я захочу сделать, вот, лжесвидетельствовать, не почитать родителей, да, там, или произносить имени Господа Бога своего напрасно. Кстати, заповедь, на которую мы перестали обращать внимание, как-то так у нас там, ой, Господи, ой, Господи, там, спотыкнулись, ой, Господи, все у нас, ой, Господи. Не произноси сказанное имени Господа Бога твоего напрасно. Вот оно и есть, что этой заповеди мы познаем, что произнесениями Господа напрасно – это грех. Итак, апостол утверждает эту мысль и говорит, что невозможно исполнить, с законом познается грех, но он скажет о том немного дальше, что такое был ветхозаветный закон. Это всего лишь был детоводитель ко Христу. И далее он продолжает свою мысль, ее развивает постепенно, объясняя галатам, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано – проклят себя, кто не исполняет. А что законом никто не оправдывается перед Богом – это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Вот это вот интересный очень стих, что значит «а закон не по вере, но кто исполняет, жив будет им». Блаженный Августин объясняет и пишет следующее, цитата. «Это означает, что человек, исполняя закон, не умирает, а жить будет в настоящем». То есть не умрет он от того, что не будет исполнять законы. То есть если ты не исполняешь закон сразу, раз тебя похоронили. Нет, жив будет, то есть в этом веке. «Но праведность, которая через веру, оправдывает людей перед Богом, чтобы обрели они награду будущей жизни». То есть делами закона мы не можем себе заслужить Царствие Божие. Только верой и только по благодати, по милости Божией. Поэтому сосредоточением всей нашей литургической жизни, да и вообще жизни христианина является что? Евхаристия. И такое слово, а Евхаристия переводится с греческого как «евхаристо», то есть «благодарение». Бога за что? За то, что он нам даровал свою милость. Не по нашим заслугам, но по своей милости. Вот это и есть понятие «по благодати». Сейчас апостол Павел еще к этому будет возвращаться, и мы вместе с ним исследуем эти тексты. «А что законом никто не оправдывается перед Богом», — говорит. И далее «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклаз всяк, висящий на древе». Можно задать себе вопросом таким, что Христос — это проклятие? Нет, конечно. Вот как об этом пишут святитель Григорий Низкий и Эпифаний Кипрский. Вот святитель пишет Григорий Низкий так. Цитата. «Так сказано не потому, что Господь превратился в проклятие, но потому, что Он испытал, то есть это проклятие, испытал Его на себе, которое принадлежало нам, восприняв наше беззаконие и понеся наши болезни». Конец цитаты. И Эпифаний Кипрский пишет, цитата. «Святой апостол показал, что закон не чушь Спасителю, ибо пророчествовал и свидетельствовал о том, что должно свершиться через него». То есть через закон. Конец цитаты. «Зачем закон? Весь закон указывал на эту жертву, что Христос придет, будет родиться в этот мир, будет поруган, наказан людьми, распят, умрет, воскреснет, сядет одесную Бога Отца и, как обещал в своей церкви, и пошлю им Духа Святаго, умолю Отца и пошлет вам Духа Святаго, который наставит вас на всякую истину и напомнит все, что я говорил вам». И далее 14 стих. «Да, в благословении Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, не законом, не делами закона. Делами закона только грех познается, а дальше движемся вперед. «Обещанного Духа верою», так пишет. «Благодать по-гречески харизма означает дар, незаслуженно проявленная милость, пощада, помилование, амнистия». По сути, что сделал Христос? Он амнистировал нас от проклятия закона, потому что мы исполнить его во всей полноте не можем. Некоторые опять спросят, а зачем же он тогда был дан? Снова повторю, для того, чтобы подготовить народ израильский к принятию Спасителя, чтобы подготовить тот народ к восприятию Христа. Святитель Иоанн Слатоуст пишет по этому поводу, чтобы ответить более четко. Чтобы нам получить обещанного Духа верою, пишет так, цитата. «А так как благодать Духа не может излиться на неблагодарного и находящегося во вражде, то благословляются прежде всего через снятие проклятия. Потом, будучи оправданной через веру, получают благодать Духа. Таким образом, крест уничтожил клятву, а вера ввела оправдание, оправдание же низвело благодать Духа». И мы читаем далее. Апостол Павел обращается к Галатам и говорит, братья в 15 стихе, говорю по рассуждению человеческому, «даже человеком, утверждающего завещание, никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, а сказано семени». Это очень важно в единственном числе. «Как бы о многих, но и как бы об одном, и семени твоему, которая есть», утверждает апостол Христос. «Я говорю то, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, не по обещанию». Обещание было какое? Праведной верой уже будет. «Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дал после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника». О каком посреднике здесь идет речь? Авросим Диоланский пишет следующее цитата. «Спаситель есть посредник». И вот интересно, как он здесь выражается. «Изъял из каждого народа то, что разъединяло их, дабы между народами настал мир». Что же разъединяло все народы? «У язычников изъял множество богов поклонения стихиям». К этому вопросу, кстати, апостол Павел будет еще возвращаться. В следующей главе. А сейчас пока толкование. Он пишет, что у язычников изъял множество богов поклонения стихиям, столь раздражавшего евреев. У евреев он изъял дела закона, соблюдение новомесячей, соблюдение суббот, развлечения пищи и другое, что отвергали язычники. Таким образом, бывшие прежде врагами пришли к миру». Конец цитаты. То есть, действительно, как и сказано на посредник, при одном не бывает, а Бог един. 20 стих. Да. И действительно, как мы видим и знаем, что апостол Павел так и говорит, что в Иисусе Христе нет ни елена, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужеского, ни женского пола, но все во Христе одно. Бог как примиритель народов пришел в этот мир, дабы взыскать и найти погибших. То есть, Бог приходит для всех. Христос, Он не только для иудеев, как, например, Бог народа израильского, они считали, что Он только для иудеев, хотя бы и празелиты, но в основном они считали, что, конечно, для них. Боги языческие различные, не только для язычников особого, какого племени там или направления, но Бог Христос для язычников тоже есть Бог Спасающий. То есть, Бог приходит за каждым человеком и призывает его к себе. И здесь Амбрусим Диоланский подчеркивает даже очень важную мысль, что, по сути, объединение возможно только со Христом и во Христе. Если хотите, здесь можно привести пример о том, как объединилась Святая Русь. Князь Владимир, эти попытки язычники, языческие, объединить всех богов, они не принесли никакого плода. И только тогда, когда святой князь Владимир принимает православие, он видит не только здесь силу, объединяющую государство, как политическую силу, но в первую очередь он видит, что спасение и достижение Царствия Божия возможно только за Христом и во Христе. И мы читаем далее. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Апостол Павел спрашивает. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Отвечает. Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Дабе обетование верующим дано было по вере во Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Здесь он обращается очевидно к иудеям, которые были в галатских церквях. Но до того времени как надлежало открыться вере. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, то есть нянькой или как пестуном, или да, таким воспитателем, если хотите, педагогом, детоводителем ко Христу. Дабы нам оправдаться верою. Дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Есть ли все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса? Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже, вот о чем мы уже предварили и сказали, теперь процитируем, нет уже ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Мы видим, что здесь апостол объясняет смысл и предназначение Ветхого Завета. Он как бы говорит здесь иудеям, ставшим христианами, не возвращайтесь уже к младенчеству. Как он об этом скажет, кстати, в послании к евреям, он пишет о том, что я думал, что для вас уже нужна твердая пища, вас надо снова молочком, да, словесное, чистое молоко, молоком кормить. Вы уже, он говорит, вы уже выпрыгнули из этих ползунков Ветхозаветного, Ветхозаветного сознания. Представьте себе, взрослого человека сейчас опять заставлять одевать там в коляску ложиться, там и пустышку ему там в рот, да, и ползунки, пеленки, но скажет, ну извращенство какое-то. Ну вот примерно об этом апостол Павел здесь и пишет. Поэтому он так и начинает и говорит, вы несмысленные галаты. То есть что вы делаете? Это безумие. По сути, это обращение сегодня звучит и к людям, которые стремятся, я бы даже сказал, бредят такой идеей, что христианство нужно возвращать в апостольские времена. Не нужно это делать. Церковь — это живой организм. Она растет. По сути и по сущности церковь не меняется. Как Дух Святой сошел на нее и наставил ее. Вся полнота догматического богословия была дана в день Пятидесятницы. Формы меняются. Меняются, может быть, одеждой, потому что время идет, да, какие-то... Меняется, возможно, архитектура, меняется там иконопись, скажем, меняются еще многие какие-то такие незначительные обрядовые там и традиционные атрибуты, но суть и содержание веры она всегда остается, и церковь ее хранит с Дней Пятидесятницы. Поэтому попытка возвратить христианство в какие-то, как это была попытка и здесь, у галатийских церквей, возвратить в какое-то там непонятное первоначальное состояние, когда уже возросли во Христе, апостол Павел называет в самом начале ничем иным в самом начале этой главы, ничем иным, как несмысленностью или безумием, или, по сути, говоря простым языком, глупостью. Поэтому будем избегать этой глупости, будем действительно стяжать ту благодательство Духа, которая подается нам не от дел закона, как утверждает и в этой главе апостол Павел, но по вере во Христа Иисуса Господа нашего. Субтитры создавал DimaTorzok